И слушаю, и понимаю, что вот все люди, да, но по большому счету мы все говорим о Боге, да, о Боге, который как-то звучит для каждого из нас. Да, вот Евгения, пожалуйста, ну как это звучит. Вот, и я буду рассказывать красивую свою историю, и на самом деле, что интересно, она прям сегодня с утра еще насытилась, знаете, как хорошее вино. Но я с утра просыпаюсь, сажусь завтракать, открываю Facebook, как все мы, наверное, делаем, чего уж там греха таить. Вот, и тут неожиданно приходит послание от друга, которого я 11 лет не слышала, представляете, даже, может, 15, мы вместе в школе учились. И удивительным образом он мне говорит, а я сейчас на Гуа, я в Индии. Я говорю, да ладно, ну и начинается разговор, знаете, вот, а что у тебя, а что у тебя. Думаю, вот это новости, вообще чудеса. А я же вам сегодня зайду чуть-чуть вперед, чуть-чуть про Эйдию буду рассказывать. И тут начинает разворачиваться мой день. И каким-то вообще удивительным образом я сегодня оказываюсь в университете, который я закончила. Я закончила нефть и газа 11 лет назад, и 11 лет я там не была, и тут совершенно каким-то чудесным образом меня туда сегодня приглашают. Ну, вы представляете, я 11 лет не была в университете. Я захожу, боже, кто это сделал, какие-то там, блин, новые какие-то декорации, люди вообще, вот как будто сюр, понимаете. Вот 11 лет не было в каком-то месте, а оно пахло и заиграло какими-то новыми красками. Думаю, здорово. Приезжаю сюда, пока подождать, пока мероприятие начнется. Захожу в кафе, думаю, одна, сейчас тихонечко посижу, поготовлюсь. Не, нифига. Поднимая глаза, сидят люди. Вы можете себе представить из моего университета, с моего курса, с моей группы, которого я не видела 11 лет? Я, ну, я просто, я поднимаюсь, я открываю глаза и говорю, блин, вообще, кто это сделал, кто там подглядывает, хватит вот этот, хватит, что это такое? И я потихоньку своих друзей приглашала, думаю, ну, кто-то придет, у кого-то получится. И вас, представляете, то есть мы садимся за стол и начинают проезжать мои друзья. И тут уже стол, и официант мне говорит, вы же говорили, что вы одна будете. Я говорю, я вообще одна планировала, ну, жизнь как-то по-другому подумала. И, в общем, этот стол, стол растет, и приходят люди, это так красиво. И это бесконечно прекрасно. И про, ну, про вот эту вот красоту жизни я могу бесконечно говорить, и я понимаю, что, ну, жизнь, она нас бесконечно поддерживает, то наше. И вот моя история, она такая, ну, она такая романтическая, милая, ну, мне кажется, что это надо, это нам надо. Какой-то момент в жизни у меня случился такой, ну, может быть, у многих это происходит, ну, как будто что-то потерялось. Или наоборот, вот, нашел, пришла в какой-то точке, что, ну, там, не знаю, деньги, работа, и что-то еще, что-то вот еще как будто самое главное потерялось, что-то про меня. Вот, и я, ну, отправилась в дорогу, что-то нашла, что-то потеряла, что-то опять нашла, и это был какой-то все время разговор с Богом. Ну, я все время с ним говорила, говорю, ну, направь мне, даже здесь ты же все время со мной. И так случилось, что я приехала на фестиваль, может, кто-нибудь из вас знает, кстати, слышал я такого фестиваля, я вижу Бога, кто-нибудь слышал? Ой, очень классный фестиваль проходит, такой фестиваль очень интересный, проходит на флаконе раз в год, и там люди просто снимают коротенькие-коротенькие ролики, что для них Бог. Ну, что угодно, не знаю, там, мою посуду, и тут любимый подошел и говорит, давай я вместо тебя этот Бог, или наоборот, что-то большое, этот Бог. И это чудо, знаете, смотрите вот эти коротенькие ролики, понимаешь, что вообще Бог, он вовсюду, он просто постоянно с нами, и тут на этом фестивале я увидела фильм волшебный про Вриндава, есть такое местечко в Индии, я для себя загадала, что я точно, ну, я точно должна там побывать. И буквально проходит несколько месяцев, и волшебным образом я там оказываюсь в Индии, в этом волшебном месте. А место это протор, ну, в Индии есть такое поверье, знаете, что если ты там родился, то все, ну, как бы это манна небесная. Ну, для меня, конечно, было безумно интересно там оказаться. И тут волшебным образом я сижу в кафе и разговариваю с пожилой парой, они индуксы. И тут неожиданно пожилая эта женщина, Индианка, на нишку туда и с мужем, она мне говорит, а что для тебя Бог? И это такая, ну, знаете, такой вопрос, вау. А я поняла, что, ну, Бог для меня вообще все. Вот все, как все устроено, понимаете, что мы вот двигаемся по жизни, и нас все время кто-то сопровождает, вот это чудо бесконечное, которое зовет, знаете, вот это чудо, вот все абсолютно, я точно знаю, что все знают это ощущение, но зовет вот тебе туда, вот в эту дверь. И я ей ответила, что Бог для меня не какая-то фигура нарисована, это вот эта череда событий, вот это волшебство жизни, и она удивительным образом говорит, Боже, Боже, да, 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 говорит, я вот столько лет, вот я езжу по святым местам, ищу Бога. И тут бац, и я внутри поняла, что Он всегда был со мной. И вот я теперь точно знаю, и вижу это вот в каждом моменте жизни, что, ну, что мы никогда не одиноки, мы всегда, у нас всегда есть рука. И я вас прошу, верьте в чудеса, потому что они бесконечно хотят истучаться в ваших дверях. Открывайте, потому что они очень хотят войти. И это вопрос только того, что, ну, открывайте ваше сердце, и туда прям зальется, зальется.